Здравствуйте! И в научное хранилище отдела герпетологии. Герпетологи – это те люди, которые занимаются рептилиями. И зашли мы сюда для того, чтобы посмотреть поближе на обыкновенную гадюку, которая, к сожалению или к счастью, очень часто встречается людям в лесах средней полосы. Ну вот сейчас мы с вами достанем какую-нибудь змею. Используется для этого, естественно, пинцет, потому что мы не лезем в банку руками. Видите, я в перчатках. Значит, все препараты у нас хранятся в спирту и кладятся на специальный такой тазик. Значит, смотрите, я достала обыкновенную гадюку. Мне кажется, это такой достаточно средний размер, который вы можете встретить. А как её, конечно, очень интересно, как её отличить от ужа и понять, что вот эта змея опасна, а уж, как вы все знаем, не опасен. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что гадюки обычно не очень длинные. Ну вот это сколько там, сантиметров 50 где-то, может даже поменьше. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что гадюка обычно змея толстенькая, упитанная. Если её сравнивать с ужом, то уж длинный, худенький. Гадюка короткая и толстенькая. Если мы хотим посмотреть на рисунок, то да, конечно, у гадюки видно вот такой вот узор. Я не знаю, как его ёлочка или зигзага можно назвать. Однако, очень важно понимать и помнить, что бывают гадюки абсолютно чёрного цвета. Допустим, гадюка Никольского, который тоже живёт в средней полосе, её можно встретить. Мы с вами сейчас для сравнения к нашей гадюке достанем обыкновенный лужа. И ещё один вид гадюки, который называется гадюка Никольского. Дело всё в том, что её действительно можно встретить в средней полосе. Хорошо бы нам с вами познакомиться с тем, как она выглядит. Так, гадюка Никольского, это совсем чёрный-чёрный дверь. Ну, давайте с вами разбираться в том, что я достала. Поймём, кого из них можно встретить и кого надо бояться, кого не надо бояться. Значит, первый, кого я беру, это вот не обращать внимания, это у нас номерочки на всех экспонатах. Всё-таки мы сейчас с вами в научной коллекции. Первый зверёк – это обыкновенный уш. Потерял он немножечко окраску вот этих своих пятен. Обычно вы знаете, что они жёлтые или рыжие. Но основную форму змеи можно увидеть. Ужи, они очень длинные змеи. Они худенькие и они очень юркие. Есть даже такое выражение «крутится как уш на сковородке». Это очень актуально для ужей. Потому что если вы видите, что змея очень сильно двигается быстро, молниеносно и куда-то ползёт, то, в общем, скорее всего, вы имеете дело с ужом. Где мы можем встретить ужа? Ну, чаще всего, конечно, это будет рядом с каким-то водоёмом, по той причине, что ужи едят рыб и лягушек, которые, собственно, в этих водоёмах живут. Стоит ли бояться ужа? Нет. Уж – это не ядовитая змея. Они любят защищаться таким образом, что, извините, какают на своего врага. Поэтому будьте аккуратнее. Если вы решили уже взять, можете быть испачканными. Вот давайте его сравним с гадюкой. Вот здесь сейчас у меня в руке гадюка. Вы видите, это обыкновенная гадюка. Эта змея намного короче. Она более толстая в сравнении с ужом. И в данном случае мы видим у неё узор, такой зигзагообразный. Однако не у всех гадюк такие узоры есть. Я чуть-чуть позже про это расскажу. Значит, гадюка, безусловно, змея ядовитая. Где можно встретить гадюк? Это нам надо будет сходить с вами на болото. Ну, иногда в березнике. Как понять, что змея, которая смотрит на вас, что она вам угрожает, и она вам вообще опасна? Если змея вот так вот вытянулась и ползёт, то обычно мы видим весь её размер, и нас это пугает. Но скажу вам, что в этот момент змея вам не угрожает. Если змея собралась в пружинку и на вас внимательно смотрит, то это та ситуация, когда надо быть очень аккуратным. Дело всё в том, что из таких пружинок гадюки могут прыгать почти на один метр. Как действует яд гадюк? Дело всё в том, что их яд состоит из таких белков, которые вообще-то встречаются в пищеварительной системе. Вот когда она кусает, и этот яд попадает в вас, он начинает разрушать кровеносные и лимфатические сосуды, которые у вас есть, и начинает разрушать кредки крови. Мы говорим, что это гемолитический яд. Получается, что у вас такой отёк, большой синяк, что-то такое. Что делать, если вас укусила гадюка? Первое дело, мы должны, вы должны вызвать скорую помощь. Второе. Ни в коем случае не надо совершать такую ошибку, как перетягивание жгутом конечности, за которую змея вас укусила. Потому что, ну, в общем, это достаточно опасно, может привести к неприятным последствиям. Надо постараться укушенного обездвижить. Надо, если есть, конечно, но это уже скорее будет дома, дать ему какие-то препараты от аллергии. И вот вы не поверите, но надо постараться успокоиться. Потому что чем более вы волнуетесь, тем быстрее бьётся ваше сердце, и яд начинает разгоняться по всему организму. Очень часто людям интересно, а можно ли высасывать яд из ранки. Безусловно, это очень хорошая история. Это можно делать, но только если вы на 100% уверены, что у вас нету никаких дырок в зубах. Потому что это может закончиться очень плачевно. Вот, и очень хочу обратить ваше внимание на то, что в средней полосе у нас живёт вот такая вот чёрная, абсолютно чёрная гадюка. Называется это гадюка Никольского. Теоретически, конечно, можно её спутать с ужом, но опять-таки это очень медленное, спокойное животное. И живёт оно рядом с болотами, не рядом с водой. У неё нет никаких вот здесь вот пятен. И по форме, в общем, мне кажется, на ужа она всё-таки не похожа. Опять-таки, уж это, ещё раз вам скажу, длинные, тонкие зубы, гадюка толстая. Да, уже вот такой толщины не бывает. Очень вам советую, если вы идёте гулять в лес, если вы идёте собирать клюкву, пожалуйста, не делайте это в шлёпках. Оденьте нормальную обувь. И всегда понимайте, что когда вы заходите куда-то на природу, вы в том месте, где кто-то живёт. Этот кто-то вообще-то может защищать своё место от вас. Поэтому смотрите внимательно, не наступайте на змей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok